МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не секрет, что денег на приобретение экспонатов для краеведческого музея выделялось и выделяется, мягко говоря, мало. Но заслуженный работник культуры Украины Ольга Михайловна Чаплинская придумала, как пополнять музейные фонды. Она обратилась к горожанам с просьбой приносить в музей ненужные им старые вещи. И некоторые мариупольцы отозвались на этот призыв. Из части этих даров получилась небольшая выставка утюгов. Об истории утюга расскажет старший научный сотрудник Музея народного быта Лариса Ивановна Миронюк, используя экспонаты выставки. Поговорим о столь привычном для всех нас утюге. Без этого предмета сейчас невозможно представить свой быт. А имеет утюг очень давнюю историю, которая насчитывает несколько тысячелетий. Уже в древние времена люди хотели носить красивую и опрятную одежду. В качестве приспособления для глажки они первоначально использовали два очень больших камня, плоских и с относительно ровной поверхностью. Как вы видите, этот, образно говоря, первобытный утюг совершенно не похож на современный. Одежду сначала стирали. В качестве материала для стирки использовалась древесная зола, богатая щелочью. Потом ее слегка подсушивали, растягивали и укладывали на нижний камень. Сверху придавливали еще одним, не менее тяжелым. Вот этот процесс глажки длился очень долго, пока одежда окончательно не высохнет. Таким способом глажки пользовались и герои гомеровских произведений «Илиада и Одиссея» «Древние греки». Но этот способ был неудобным и долгим, поэтому в скорости греки стали использовать в качестве утюга горячие металлические прутья. Вот эти вот прутья позволяли еще и гофрировать одежду, укладывать туники в красивые складки. Древние римляне пошли чуть-чуть дальше. В качестве утюга в некоторых случаях они использовали молоток. Молоток нагревали и со всей силы били им по помятым местам одежды. А вот древнеримские матроны стали использовать в качестве утюга большие глубокие сковородки с ручками. В эти сковородки засыпался уголь, затем разжигался и сковородками водили по поверхности одежды. Этот способ глажки был несколько опасным, потому что на одежде оставались следы от золы, и кроме того, искры могли прожигать ткань. Таким же способом, то есть выглаживанием одежды с помощью сковородок раскаленных пользовались долгое время и в средневековой Европе. Чуть-чуть попозже появились сковородки с крышками, но они тоже были очень и очень неудобными. А вот в 18 веке уже, в начале, появились так называемые духовые или угольные утюги. Как же выглядело это чудо в то время? Вот перед нами такой утюг. Приподнимаем его в верхнюю часть, крышку, засыпаем сюда угольки, разжигаем. Этот утюг требовал своеобразной вентиляции. Мы вот так вот размахиваем, и угольки начинают гореть жарче. Правда, были случаи пожара, связанные с неправильным использованием вот этого приспособления. И этот утюг оставлял тоже след на одежде. Следует заметить, что этот утюг был символом достатка в средневековой Европе, потому что покупка его была доступна не каждому. Чуть-чуть попозже появились чугунные литые утюги. Иной раз эти утюги были произведением искусства, потому что выглядели они очень красиво, и иногда делались даже из серебра. Вот такой утюг мог весить от килограмма и более. Самыми тяжелыми были портняжные утюги для выглаживания плотных тканей. Для этих утюгов требовались подставки. Вот так выглядела подставка. И прихватки. И грелся утюг примерно 40 минут, а то и больше. Поэтому такие утюги использовались парно, и у них были съемные ручки. История этого утюга довольно-таки долгая. И они использовались еще в 60-е годы 20 века в деревнях, где не было розеток в домах. Если одежда крестьян была довольно-таки простой, не изобиловала декоративными элементами, то одежда мещан и купечества была более сложной. И вот для разглаживания вот этих более сложных элементов использовались небольшие утюжки, которые умещались на ладошке. Посмотрите, пожалуйста, как выглядит вот такой вот утюжок. И можно было разгладить ленты на чипчике. Вот такие цельнолитые утюги были символом достатка. Стоили они довольно-таки дорого, передавались с поколения в поколение. Иной раз бабушка делала такой подарок внучке. Они составляли значимую часть приданного невесты. Иногда гости могли видеть рядом с самоваром на красивой салфетке на чайном столе вот такой вот утюг. Он выставлялся там как бы невзначай. Таким образом, хозяйка дома хотела подчеркнуть, что ее дочь является обладательницей довольно-таки богатого приданного. В Германии в конце 19 века произошел технологический прорыв. Там появились так называемые спиртовые утюги. Спиртовые утюги отличались от вышеперечисленных приспособлений для глажки тем, что не оставляли следа на одежде. Внутри такого утюга находилась емкость, куда наливался спирт. Горящий спирт нагревал подошву утюга и затем такой утюг использовали для глажки. Еще в Германии изобрели утюг газовый, но газовый утюг был очень опасным в употреблении и поэтому он не получил распространения. В 1882 году был запатентован первый электрический утюг. Это произошло в Америке. Автором этого изобретения является Генрих Силли. Но этот утюг тоже был небезопасен в употреблении и весил он целых 5 килограммов. Поэтому популярности он не получил, да и жене самого Силли он не понравился. В начале 20 века появились более безопасные утюги и фирма General Electric поставила их на поток. Постепенно они стали распространяться по всему миру. В 30-е годы появился утюг с термостатом и терморегуляцией, а примерно на грани 70-80-х годов появился очень легкий современный утюг. Чем же была обусловлена его легкость? Она была обусловлена тем, что подошва утюга была из стеклокерамики, вернее, есть из стеклокерамики. Перед нами прообраз современного утюга, которым пользовались на Украине. Сколько использовались качалка и рубель, трудно сказать, но, наверное, не меньше тысячелетия. Рубель это, по сути дела, деревянная ребристая доска с ручкой. А вот перед вами качалка. Для того, чтобы выгладить это полотенце, я его недосушенное, влажное накручиваю на качалку. А затем начинаю гладить, производя вот такие вот движения. Для того, чтобы выгладить это полотенце, мне нужно как минимум 40 минут. Как видите, работа довольно-таки трудоемкая. На первый взгляд, утюг не такая уж затейливая вещь, но и у него есть интересная история. История, которую рассказала сейчас Лариса Ивановна Миронюк, старший научный сотрудник Музея народного быта, филиала Мариупольского краеведческого музея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok